Всем привет! Меня зовут Никита и сегодня мы с вами поговорим про так называемый e-business. Что мы под ним подразумеваем? Это все, что связано с коммерцией в интернете, через какие каналы в интернете мы продаем, через какие каналы коммуницируем. Это все мы подразумеваем под e-business. Какую-то малую часть мы из этого сегодня охватим, потому что у нас не так много времени, но по верхам пройдем и какие-то интересные штуки, я надеюсь, я вам покажу. В двух словах про себя. Как сказал, меня зовут Никита, я работаю в компании Procter & Gamble. В компании Procter & Gamble я отвечаю за этот же e-business, на должности e-business lead и занимаюсь трансформацией бизнеса и всех бизнес-процессов и коммерческих маркетинговых, соответственно, связанных с e-com, с интернетом. Кроме всего прочего, я консультирую различные крупные компании бизнеса как раз-таки в этом направлении. У меня есть свой небольшой бренд экопродуктов, производящихся в Волгоградской области, а еще я фридайвлю, ныряю без акваланга на разные большие глубины и занимаюсь лонбордингом, гоняю на скорости, по горам, собственно, мои фотографии. Это в двух словах обо мне. Я предлагаю формат нашей коммуникации построить нас мало, кулуарно, поэтому вы прямо перебивайте, когда что нужно уточнить, спросить, задавайте вопросы, прямо давайте в формате дискуссии, особенно вечер. Это на самом деле такой челлендж, некоторые выступают в 7 часов вечера после дня разговоров. Спасибо студии за это. Поэтому вы перебивайте, давайте в формате диалога, как раз вы мне поможете помолчать. Итак, что мы с вами сегодня охватим? Очень быстро будет несколько супер скучных слайдов, но которые покажут вообще текущее состояние e-com в России. Прогружимся по ним, пробежимся по экосистеме, что себя текущий рынок интернета и e-commerce представляет. И пройдемся по трендам, которые мы, бренды, видим, не как тренды какого-то будущего, а тренды, которые вот уже сейчас существуют, и в них инвестируем, в них пытаемся каким-то образом участвовать. Мы либо ждем, когда участвует кто-то другой, и мы подключимся. Собственно, такие три пункта building block, которые хотелось бы охватить. Если что, опять же, прерывайте, можем влюбиться в то, что более интересно. Итак, погнали. Пенетрация интернета в России растет, из года в год растет. И сейчас, по разным данным, от 75 до 80% людей, жителей всей нашей прекрасной страны, обладают доступом в интернет, благодаря, в первую очередь, мобильному интернету, естественно, 3G, который поглощает все малые регионы. Сейчас, раньше, что в Тайге, по-моему, там, сам-таки, Тайга, Карелия регионы не особо охвачены. В целом, почти вся страна охвачена интернетом. Это очень сильно влияет на покупательские способности, на возможность наших клиентов покупать в онлайне. И сейчас четверо из десяти, вообще четверо из десяти людей в стране покупают что-либо в онлайне. На самом деле, это очень большие цифры, которые выросли за последние 5 лет. Кроме того, JFK, проведя опросы, говорит о том, что еще двое из десяти, они на пороге того, чтобы начать покупать онлайн. То есть, есть какой-то барьер, который до сих пор еще пока не преодолим, но будет преодолим либо в этом году, либо в следующем, и этот потребитель начнет шопиться онлайн. Пример барьера – это логистика, которая стремительно сейчас развивается. И сейчас, живя в Волгограде, заказывая товар на Вайлдберрисе, можно получить его через полтора-два дня. Раньше это было полтора деньги. Яркий пример. Собственно, что происходит с рынком? В 2018 году он перевалился за отметку в триллион рублей. Все показатели растут, кроме среднего чека. Вопрос, как думаете, есть ли предположение, почему не растет средний чек? Деньги. Да, еще один из факторов. Ну, вообще, довольно очевидно, если у нас растет аудитория, соответственно, подключаются новые люди. Если у них это первые пробы, они могут покупать немного, просто размазывается. Плюс в интернет, в основном, на сегодняшний день, это продажа, ну, так сказать, товаров, ну, не FMCG, естественно, а, ну, как бы, следующая категория между глобальными и FMCG, такие средние, они, как правило, стоят очень дорого. Очень правильно все делал в категориях, но чуть поправлю. В первую очередь, это наличие и экспансия китайских дешевых товаров на рынке. Так в электронике, в бытовой технике называется бибренды. То есть это те бренды, которые, то есть изначально интернет был, и e-commerce, он был таким, более, более каналом для дорогого потребителя. Ничего, сейчас Акид пробьет свою инициативу и все изменится. Ну да, как вариант. Как вариант. Это первый, очень правильно. Второй, FMCG и Fresh, которые сейчас активно выходят и очень много инвестируют в развитие e-com и себя в e-com, он значительно понижает корзину. То есть, если раньше это было, как правило, бытовая техника со средним чеком 6000+, и покупали только ее, сейчас уже спокойно покупают корзину 800 рублей, товаров из утконоса, повседневного спроса. Поэтому эти факторы значительно понижают средний чек, несмотря на то, что и количество потребителей в сегменте, и частота их покупок они возрастают. Соответственно, в целом каналы растет. Теперь, если посмотреть глобально, какие в данном случае Нильсон, но и к Нильсону многие прислушиваются, основные факторы, которые влияют на развитие e-бизнеса в мире, их несколько, несколько билдинг-блоков. Первый – это фундаментальный, вообще, что происходит на маркете. Это ВВП, пенетрация тех или иных инфраструктур, и, собственно, в первую очередь, интернет и смартфоны. Дальше. Макро-факторы, которые, в свою очередь, также характеризуют интернет, маркет, но больше не индустриально, а все, что вообще происходит с страной. Социальные, в первую очередь, насколько люди, насколько потребители готовы и доверяют этому каналу дистрибуции, для того, чтобы в нем что-либо покупать. То есть, года, лет 5-4 назад, для абсолютно большинства ритейлеров, онлайн-ритейлеров, это был такой болевой порог. Многие маркетологи работали на то, чтобы развить доверие именно к этому интернет-магазину, именно у этого потребителя в этом конкретном регионе. Если я покупаю, не знаю, там, Келлин Клейн на Вайдбрисе, сидя в Волгограде, я должен быть уверен, что не приедет действительно настоящий Келлин Клейн, а не то, что на Волгоградском тракторном рынке. И, соответственно, индустриальные, это непосредственно развитие, технологическое развитие игроков, которые на этом рынке представлены, насколько они сами развиваются, насколько они развивают свои технологии, которые позволяют драйвить три основных фактора увеличения рынка, частота покупок количества потребителей и ширина корзины. насколько, собственно, эти игроки готовы, насколько технологично они готовы драйвить три фактора. И если посмотреть на best practice в мире, то, какого происходит, цветовой мэппинг, зеленое, что все идеально, желтенькое, все средненькое, красное потом там будет, это все не очень хорошо. Как вы думаете, кто это в мире? Это не Россия. Что это за страна? То есть это страна, которая обладает максимально качественной инфраструктурой, в которой развивается Японс. Нет. Нет. Близко, близко, близко. Но это больше на Японию, а Корею. Корея. Южная Корея. Это, на самом деле, феноменальная история, чтобы вы понимали, допустим, у Procter & Gamble есть такой бренд Pampers, наверное, знаете, и вот, допустим, в Южной Корее Pampers продается, 75% всех продаж проходят онлайн. То есть 75% всех покупок бренда Pampers, которые держат 50% рынка, покупаются онлайн. Это, на самом деле, колоссальные цифры. Для примера, в России это порядка 12% все еще. То есть это очень большие цифры. И где же мы с вами? У нас все пока не так хорошо, но мы сейчас чуть позже про это говорим. Много кто на рынке над этим работает. Крупные компании, крупные коллаборации, о которых многие из вас, я думаю, слышали, которые на рынке появляются. Много фондов, которые инвестируют в развитие этой инфраструктуры и этой экосистемы. Мы сейчас чуть позже про это поговорим. Соответственно, что из себя представляет эта экосистема и как на нее смотрит бизнес, в том числе, как смотрим на нее мы. Соответственно, это видение помогает нам дефрагментировать рынок и понимать, с кем и как, с каким кластером играть, в какие бизнес-игры. Соответственно, в первую очередь, всем известные пьюр-плееры, так называемые, это те бизнесы, которые были рождены онлайн и существуют, как правило, в онлайне. То есть, это только онлайн-площадка, которая представлена онлайн, все продвижение, окей, максимально большое количество продвижения в онлайне и, как правило, нет физических точек. Либо оно есть, но оно очень небольшое. Допустим, как в Ситилинке, интернет-магазин номер 3, по-моему, по размеру, сейчас, если он памятник изменяет в стране. Мы считаем его пьюр-плеером, он ли онлайн, хотя у него есть в оффлайне 15 точек по всей стране, ну, что по факту, там, где есть? А? Где есть? Логотипчик? Или где он находится, в какой-то... Нет, где вот его логотипчик? А здесь не все, здесь это просто для примера, для примера, разы крупнее. Мы поговорим потом еще, почему здесь беру, потому что мы же смотрим, в том числе, на будущее E-KOMA, поэтому мы еще поговорим про это. Соответственно, в чем специфика этого канала и специфика именно, именно в том числе в России. Сейчас пока звук, Сашка, я отключу, пока он нам не нужен. Соответственно, в первую очередь, из-за того, что у нас очень много, ну, мы большие, страна большая, есть некоторые оригинальные нюансы, которые в свою очередь в конечном счете влияют на инфраструктурные нюансы. Логистика и сервис. Кстати, Россия, российский потребитель один из самых избалованных в мире по требованиям к сервису, который он получает из интернета. То есть, чтобы вы понимали, да, сейчас, наверное, если вы делать покупку онлайн и вам не привезут ее на следующий день, это будет фактором, из-за которого вы можете отказаться от покупки, если мы не говорим про какие-то сложные вещи. Так вот, если даже посмотреть на близкий к нам европейский рынок, далеко не везде так. Далеко не везде можно получить товар, покупаясь на следующий день. Особенно, если это, если мы говорим, допустим, про FMCG. Дальше, конкуренция. Российский рынок не был особо привлекательный и, к сожалению, в связи с последними ситуациями, новостями, остается не очень привлекательной для международных игроков. На нас не особо выходит Amazon, как вы знаете, было несколько попыток крупных магазинов выходить, они так этого и не делали. И в конечном счете, не сделали, и в конечном счете сейчас мы имеем только то, что рынок плюс-минус пилит с крупными инвесторами из России, и есть там такие уникальные единороги в виде Вайлберса, но все равно это все локальные игроки, которые не приносят глобальную экспертизу и глобальную конференцию на российский рынок. И одна из очень серьезных важных специфик в том числе российского рынка это маркетинг. У нас есть свой маркетплейс в виде Яндекс.Маркета, у нас есть очень сильно дефрагментированный рынок с точки зрения игроков, которые на нем играют, у нас не только такового одного Амазона, который охвативает весь рынок. У нас недоразвит кроссбордер, мы плохо продаем от себя, мы плохо продаем пока еще к себе из других стран. И у нас с точки зрения маркетинга куча своих медийных игроков, таких как Рамблер, Мэйл, Яндекс, с кучей сервисов, с кучей технологий, причем на достаточно серьезном уровне, которых нет в Европе. Это в том числе является некоторым барьером для прихода глобальных компаний на российский рынок. Ну и это наша специфика, с которой вынуждены работать. Вынуждены. Если немножко посмотреть на цифры, цифры России и Украины, это, грубо говоря, просто взятые из топ-20 по 5 магазинов на российском и на украинском рынке, что я хотелось показать. Если посмотреть количество уникальных посетителей в месяц, допустим, на российском рынке, то, ну не топ-5, а 5 игроков из топ-20 случайным образом выбрано, составляет 90 миллионов уников. 90, понятно, с каким-то пересечением между собой, но в целом это 90 миллионов уников, только 5 интернет-магазинов. Для многих брендов это сейчас разворачивает вообще парадигму рассмотрения, смотрения на ю-ком как на площадку коммерческую, многие бренды начинают смотреть на нее как на площадку медийную. Допустим, для Procter & Gamble, у которого доля онлайн-продаж составляет всего 3,5% в российском рынке, очень часто для брендов эти 3,5% это погрешность в ценообразовании, допустим, каком-нибудь. Но, если бренду важен охват, многие, причем охват человека, который готов, который стимулирован сделать покупку здесь сейчас, бренды начинают рассматривать площадки как медийные. Теперь, почему Беру был на первом слайде и в чем приоритет, почему он в приоритете и что вообще происходит с нами, и что это, то, как на это смотрит Морган Стэнли, ну и в целом, как смотрят инвестбанкинг и крупные инвесторы на то, что будет происходить. Все верят в то, что все равно вот эта вот дефрагментация рынка, которая существует, она будет минимизирована. И на рынке останется большое, некоторое количество прошлощения игроков, которые в целом будут драйвить и пилить этот рынок. Это будут крупные игроки. Поэтому сейчас нет большого смысла запускать какие-то свои интернет-магазины юным стартаперам, если это не какие-то уникальные нишевые товары, которых невозможно найти широкую персональную дистрибуцию. Соответственно, я думаю, что вы все про это слышали, я сейчас быстро расскажу. Есть несколько основных коллабораций. Первая это Яндекс.Сбер и инвестиции в районе 60 миллиардов рублей в эту коллаборацию по 30 миллиардов с двух сторон, которые приводят к созданию Беру, которые приводят к созданию Брингли. Может быть, слышали, это кроссбордерный их стартап, который они будут развивать в дальнейшем. Ну и, собственно, некоторые изменения Яндекс.Маркета. Коллаборация номер один. Коллаборация номер два это Мэйл и Али, который, скажем так, у многих бизнесов есть предпосылки к тому, что бизнес Али будет сейчас очень сильно изменен, потому что он не всегда готов к российским реалиям, к российским категориям. Там хорошо продается выдавая техника и мелочи из Китая. Все остальное продается не очень хорошо, скажем так. Поэтому у многих бизнесов есть ожидание от того, что Мэйл даст ту составляющую, которой у Али не хватает для того, чтобы в том числе начать взорвать этот рынок. И, собственно, еще два товарища это Озон и Вайлберес. Озон это тоже площадка, в которую очень много инвестируют и она на сегодня является одной из наиболее технологичных. Они идут по пути Амазона, запускают на себе хаус кучу сервисов. Тоже про это дальше поговорим. То есть это такая высокотехнологичная на сегодня площадка. И Вайлберес, которая уникальная вообще на российском рынке и бизнес. Он единственный, кстати, из всех этих товарищей прибыльный. Все вот это инвестпроект. И они все до сих пор убыточные. И они все будут убыточные в ближайшее время. Как и там Гудс, допустим, если вы можете пользоваться маркетплейс. Вайлберес единственный игрок, который в плюсе и продолжает зарабатывать деньги и растет с индексом 100 ежегодно. Двигаемся дальше. И буду, наверное, я ускоряться. Вслед за пирплеером идут брик-н-клик так называемые. Это классический брик-н-мортал бизнес, кирпич и бетон, которые в какой-то момент времени поняли, что все, в этом встапе работать дальше не получится и стали выходить в онлайн. Выходить в онлайн они стали совершенно разными способами. И этот выход в онлайн это не всегда создание своего интернет-магазина. Может быть, кто-то помнит, когда-то X5 в году в 2011 в 2010 запускал E5.ru, который благополучно закрыл. И потом стал диджитализировать себя другими способами. Один из примеров, когда бизнес не всегда получается даже крупным дорогим бизнесом выйти в онлайн из оффлайна. Но так или иначе это многие делают. Все, наверное, знают про Amazon.go, громкая история, магазин без касс, пришел, взял товар, ушел, вся оплата произошла в онлайне, списание и так далее и так далее. Я думаю, все знают. Я думаю, что никто не знает, что такая же штука запущена X5 сейчас в Инополисе, в Казани, да, в Казани. В Инополисе на базе соответственно вот там той аудитории, которую она пользует. еще прикольную штуку сделал. Кто? Окей. Это какую именно? Они взяли теперь на входе в магазин, стоит сканер, у тебя есть карточка окей, карточку чпок, сканер вытаскиваешь, пошел, товар, сам себе пробил, на выходе карточку к терминалу, часы к терминалу оплаты, ушел. Реально очередей нет, реально прикольная история. Да. И главное, что, насколько я знаю, там это все потом быстренько уходит в их цоды. Серами, что ли? Шикарнейшая обработка и если у меня окей, допустим, это магазин у дома, то я буду получать там просто мега точный таргет с тем, что мне нужно. то есть у них сам таргет сейчас не работает, но понятно, что делается собственно дальше для того, чтобы мой холодильник сам научился просить, что в него положить. Абсолютно верно, это очень круто и кроме всего прочего, то есть для многих проектов, не будем сейчас назвать имен, но многие проекты начинают в это инвестировать в какими-то, и это может быть даже убыточный на данный момент направление бизнеса может делаться для другого. Да, абсолютно верно, это делается для даты. Все мы работаем на дате и крупные, особенно, когда мы говорим про FMCG, когда у нас очень большие аудиторные сегменты, весь маркетинг сейчас строится на дате. Те, кто не умеет это делать, либо сейчас они умирают. И мы это мы уже видим сейчас, мы это видим, как к этому будут бизнесы, которые это умеют делать, поэтому абсолютно согласен, 100% все based on data, все построено на дате, и это первое. И второе, да, абсолютно верно, не все, как я сказал, вот это digital трансформация, которая проходит, не обязательно создание своего E-com, своего интернет-магазина, это может быть чисто инфраструктура, какие-то истории и супер классный пример. Дальше, как такие паразиты в хорошем смысле этого слова, на этих брик-н-кликах, брик-н-морталх стали возникать сервисы доставки, наиболее известный из них Instamart, iGoods, GoLangGo, ниже подали по списку, соответственно, это ребята, которые, допустим, Instamart, два брата, которые в 2011-2019 году поняли, что не дорабатывает российский рынок в этом направлении и стали делать доставку из этих интернет-магазинов, из этих офлайн-магазинов онлайн. Чуваки, которые сейчас собирают просто огромные раунды инвестиций из года в год, развиваются сумасшедшими шагами. Да, для Total рынка это еще пока маленькие ребята, если посмотреть в целом на большие бренды, что для них значат, такие доставщики, это еще достаточно небольшой пласт бизнеса, но это фьючер, это то, к чему-то, чем мы уже все приходим, к драйвингу так называемых омниканальных продаж. И последнее направление бизнеса, дистрибуционного бизнеса, так называемый D2C, Directo Consumer, это запуск своих фирменных интернет-магазинов брендами, который становится сейчас очень популярной, один из первых это начинал делать в Филиппе в 2012 году, сейчас же это делают все, кому не лени, даже, ну не то, что все, кому не лень, все, у кого есть деньги, кому не лень, потому что не всегда это объективно говоря профильный, прибыльный бизнес-проект, иногда это опять же, как мы говорили, только что делается не для продаж, а для других историй, таких как тест определенных инновационных решений, сбор данных о потребителе, тест креативов, если нет других возможностей это сделать, АБ-тестинг, ну и так далее, соответственно, вырос он там изначально из обыкновенных историй, когда на сайте вешали так называемые where-to-buy плагины, когда было можно просто перейти на сайт ритейлера и сушить покупку, и сейчас, если узнать, чем у бренда с хорошей продажей не существует своего собственного интернет-магазина, в котором данные падают в свою CRM, он все это может видеть, обрабатывать, и свой Google-аналитик, доступ, в котором он видит все результаты по работе этого сайта, то это считается уже по факту мавитон. И есть истории, когда, как я сказал, достаточно понятно, почему это создается, это действительно может быть прибыльно, а есть истории, когда не всегда очевидные бренды выходят. И, как пример, Акс, один из первых, кто вышел на этот рынок и до сих пор существует, это в том числе площадка для коммуникации с потребителем, именно с Аксовским. И есть вообще совершенно интересные кейсы, когда еще более неочевидные девайсы и продукты покупаются. И, кстати, вот ребята, кто запустил этот сайт, ну, соответственно, это река Генкизер, это был, по-моему, летом, соответственно, прямо перед чемпионатом, который был в России, и они там за несколько месяцев очень много денег на нем заработали за счет того, что продавали футбольные сеты, коробка с полотенцем, все футбольные тематики, 90% покупок совершали девушки или своих парней или еще кого-то, и чуть ли там не за два месяца купили вообще весь этот бизнес, который они спускали. Короче, очень крутые, очень крутые кейсы на рынке встречаются, к чему я это, даже в совершенно нетривиальных категориях в это начинают очень много инвестировать. И, собственно, завершая череду экосистем, следующие это маркетплейсы. Маркетплейсы есть классические, такие как Яндекс.Маркет, на которые приходят ежемесячно более 40 миллионов уникальных пользователей, и мы считаем, что 40% ну, Яндекс.Маркет сам считает, что 40% всех диджитал-шоперов перед покупкой приходят на собственно, на свой ресурс. И вообще, кстати, Яндекс.Маркет это уникально для российского рынка, ну, вообще для рынка Якома площадка, потому что, если вы посмотрите где-либо еще, отдельный, не продающий такой большой историй не существует. То есть, есть Амазон, который выполняет эту функцию, есть там еще другие в Китае свои проекты, но именно вот такой рекламной площадки не существует. в нашем случае это очень крутая штука. И, соответственно, маркетплейсы, которые уже трансформируются понятия, то есть, это те интернет-магазины, которые продают не только продукты со своего склада, не своего вархауса, а это 1P либо 3P модели, first party, third party модели, когда на сайте интернет-магазина размещается карточка товара, но как такового товара у этого магазина нету. И, соответственно, при получении заказа и его обработка происходит вся на стороне партнера, на third party. И за этим остановить будущее. Все ключевые, самые крупные игроки на международном рынке это все маркетплейсы. Мы видим то, что BeRu, Ozon, RealBris в том числе это все маркетплейсы, которые тем самым в том числе экономят свои расходы на логистическую составляющую. И, собственно, последнее это IT-компании, те, которые управляют так называемым перформанс-маркетингом и создают инфраструктуру для перформанс-маркетинга, в котором потом приходят бренды, в том числе заносят, тратят много денег для того, чтобы драйвить свои продажи через различные инструменты, которые будут драйвить трафик на онлайн-площадке и создать продажи. Их очень много, они очень разные, и в целом вообще задачи перформанс-маркетинга и чем перформанс-маркетинг отличается от классического маркетинга, перформанс-маркетинг направлен на какое-то целевое действие, которое можно посчитать. То есть, если в маркетинге, как правило, мы оперируем, не знаю, охватами целевой аудитории на частоте такой-то, которая потом по каким-то мат-моделям может повлиять на подсознание потребителя и то, что он совершит какую-то покупку либо переключится с категории в категорию, в перформанс-маркетинге все очень просто. У нас есть трафик, который идет на сайт, я думаю, что многие из вас знают, и в Google Аналитике мы видим, как он отыгрывается, продажа осуществилась или продажа не осуществилась. И фишка в том, что во всем мире и глобально в России очень круто, это сейчас заметно, то, что происходит, зародился новый термин амазонизация, ключевые игроки это уже не просто онлайн интернет-магазин, это не просто онлайн-магазин, это не просто marketplace-площадка, это площадка, которая в себе объединяет очень много различных сервисов. Я бы хотел вам показать два крутых примера. В первую очередь это Амазон, и что на самом деле себя просто являет Амазон. Это не Amazon.com, на котором можно просто покупать товары, а это огромная инфраструктура, которая в себе содержит и дата-хабы, и технологические решения, и перформанс-маркетинг опять же решения, серверные решения, причем который там очень большой объем продаж приносит этому бизнесу. И вот как пример Alibaba, который еще больше, ну и все мы да знаем про Alibaba и про то, что он творит в Китае. У нас есть первые подвижки к тому, что мы тоже к этому идем. Пример, опять же, беру Bringly, Яндекс.Маркет под одной крышей Яндекса и Сбера. Это такая реально очень большая штука. У нас есть хороший пример, еще раз повторюсь, про Азон, который в том числе сейчас становится площадкой не только продажной, но и медийной. Допустим, сейчас как одно из новшеств, они запустили кабинет, в котором бренды могут покупать рекламу у них на сайте. То есть я как бренд могу покупать через вообще ни с кем не договариваться, через классический рекламный кабинет рекламу на сайте Азона. Первый на российском рынке такого, что он делает, это есть только у Амазона, ближайшего собрата большого, скажем так. То есть все идет к тому, что образуются большие конгломераты, которые привлекают очень много, опять же, денег. Эти большие деньги позволяют им завоевывать все больше и больше рынки. И опять же повторюсь, что приводит к тому, что там создача просто интернет-магазин какой-то, не обладая большим-большим количеством данных о потребителе, большим количеством бюджета, становится нецелесообразным. Если только у вас не какой-то нишевый предмет либо там нишевая категория товаров, которые невозможно где будешь купить. Немножко поговорим и множко поговорим про те тренды, которые мы сейчас видим. И я еще раз повторюсь, это не те тренды, которые перспективно несколько лет вперед, а это та штука, которую мы видим сейчас, в нее инвестируем и видим, как происходит трансформация в классическом ритейле. В первую очередь, это европа, ресерч онлайн, перш офлайн, если там на английском языке говорить, в целом E-com не смотрят сейчас как только онлайн. То есть E-com это часть инфраструктуры всего бизнеса и очень часто драйвер продажи в онлайне на самом деле мы видим эффект в оффлайне, а не в онлайне. И то же самое наоборот, все мы знаем, когда потребитель приходит в М-Видео, щупает, изучает, знакомится с товаром и потом там в Яндекс.Маркете смотрит пониже цены, если находит, говорит спасибо консультанту, выходит и заказывает это все в интернете. Это очень крутая штука и очень мало компаний, кто умеет с этим работать. И если появляется бизнес, который понимает, что, черт возьми, мне неправильно оценивать продажи в онлайне как чисто ROI онлайна, смотреть к целу на всю эту бизнес-картину, а еще технологически пытаясь это замерить, посчитать, эти бизнесы начинают выигрывать. В видео, о котором я упомянул, один из самых крутых примеров. Есть крутые примеры Pandora. Допустим, Pandora драйвит трафик в онлайне с очень таким четким геотаргетингом, после чего смотрит на трафик в оффлайне. Когда в следующий раз будете заходить в Pandora, если вы будете ходить, посмотрите, прямо над входом, когда заходите в стеклянные двери, над входом висит датчик. Датчик, который замеряет людей, которые приходят в этот оффлайн-магазин. После чего они также знают продажи в этом оффлайн-магазине и могут мерить конверсию. Таким образом, они драйвят трафик в онлайне, могут посчитать рич, потом могут посчитать CTR, кликсурэйт, сколько из этого трафика охваченного пришло в магазин и сколько потом купило. То есть, они могут всю омниканальную воронку померить. И, кстати, если тоже заметить, в Пандоре все продавцы заходят в дверь вот так, по стеночке. И не только в Пандоре. Да, да, да. Это как один из примеров. Они иногда бывает как-то вниз так наклоняются. То есть, трафик бывает, иногда им замеряется через воротки. Да, да, да. Это зависит от того, как датчик, дающийся. Я сейчас не знаю, как это делать команд, но крутость в том, что это крутость бизнеса в том, что это есть, что реально на рынке есть бизнес, который начинает это делать. И это работает. Да, да. И просто на самом деле может быть это звучит как-то там, ну, фиг его знает, ну, как бы делать и делать. На самом деле это вообще меняет продигму маркетолога. Это вообще меняет портрет маркетолога. Классический маркетолог, который там выпустился пять лет назад из университета, сейчас никакому бизнесу не нужен. То есть, это все, это пережиток прошлого. Ну, и в целом это меняет подход, это меняет сплит инвестиций. Если сервис либо агентство понимает, как мыслит бизнес с точки зрения этого мучернала, они, соответственно, понимают, в каком месте какие инструменты нужно бизнесу правильно продавать. Дальше. Несколько примеров вот этого ропа и как его можно использовать. Допустим, там наш пример с одним из ритейлеров, когда мы не хотим потерять лояльность потребителя, и потребитель приходит в магазин к нашим партнерам, ритейлерам, видит там out of stock, то есть нету нашего товара, за которым он пришел, но в конце вот этой ленты висит бирочка о том, что извини, дружище, приносим свои извинения, что вот мы там, нашего товара нету, отсканируем парк-код, и по этому парк-коду получишь товар с бесплатной доставкой сегодня вечером к себе домой. Приносим свои большайшие извинения. Таким образом, драйвем этого ничего, мы его измеряем, и мы не теряем лояльность своего потребителя, который может быть расстроился, потому что наши товарные. Другой клевый пример, который тоже в том же самом видео есть, когда мы инфраструктуру и какие-то бенефиты из онлайна переводим в офлайн, это рейтинги, ревью, рекомендации супер важны, когда мы используем то, что мы получаем в онлайне, драйв переносим в офлайн. В Амазоне есть, запустили они, сейчас не вспомню, по-моему, в пилотном режиме несколько магазинов, Амазон, в общем, товары, которые максимально залайкнены и закомментированы потребителям. То есть, они берут топ, не знаю, 100 SKU, который с максимальным рейтингом, с максимальным комментариями, положительными отзывами и заносят их в офлайн. И это, соответственно, магазин, рекомендации потребителей и Амазон. Следующая история. Дополненная реальность, которая уже сейчас не является какой-то новинкой. Если у вас есть приложение Икея, у Икея два приложения, одно из них вы прям можете поиграть с вечером, вот прям забавная штука, скачиваете приложуху, там прям каталог, выбираете себе икеевский разный товар, вот как сейчас здесь, и прям у себя по комнате расставляете его. И вы прям можете в комнату собрать товар, подвигать, развернуть товаром из Икея. После этого просто там купить в корзину и вам это все оформляется в корзину. То есть это уже не будущее, это существует на российском рынке. Есть сейчас несколько игроков, которые это делают. Это особенно актуально для товаров, которые крупномасштабные, крупногабаритные нужно померить, либо когда вы там дизайн своей комнаты создаете и хотите посмотреть, как там за стеллаж пишется. Конечно, там для памперсов и для джилета, и для других наших категорий это не очень работает, для FMCG, но и вот электроника, фэйшн особенно. Дальше фильтрация, как бы это ни был банальный, как бы это вообще не было достаточно странным, но фильтрация в Якоме, которая на самом деле пока не существует, приведу пример, ну, она существует, но в ограниченном составе, приведу пример, девушки всегда к новому летнему сезону обязательно обновляют себе тапки, купальник десятый, шляпу, ну, и что там еще, да, что необходимо обязательно новое иметь к новому сезону, летнему. Почему? Вы видели в этот раз, как много, точнее, вы видели интернет-магазинов, в которые можно просто зайти, поставить там свои все размеры, цветовые палитры выбрать и нажать там лук 2019 и чтобы тебе было подобрано под тебя вот этот набор этих летних луков. Этого мало существует, на это есть потребность. Если посмотреть на Digital Shopper и на его CGM Customer Journey Mapping, что происходит, потребитель хочет, чтобы был максимально короткий, потребитель хочет, чтобы было максимально мало шагов до совершения покупки. Кроме того, плюс один клик, который ведет к корзине, на 20% сокращает конверсию. Соответственно, различные вариации, различная работа с фильтрацией, которая будет помогать упрощать путь потребителя, сокращать его, это тоже штука, которая, безусловно, является драйвером продаж. Мы сейчас делаем крутую, как пример, тоже такой же. У нас есть бренд Wix, может, кто знает, это противопростудная история. Допустим, у нас сейчас будет кейс, когда мы делаем, просто кладешь в корзину серия «Я заболел». Кликаешь, и тебе мед, имбирь, средства от нас, масморка, Wix, платочки носовые, масочка, все, одним кликом, и приводит, в течение трех часов домой, потому что ты заболел, тебе нужно сегодня, а не через три дня. Как один из примеров кейсов. Очень мало кто это делает, на самом деле, это может в десятки повысить продажу. Дальше, чат-баты, насколько я знаю, и могу ошибаться, по-моему, вы в этом тоже специализируетесь. Я почему спросил, потому что рынок перегрет. перегрет в плане запроса и отсутствия количества предложений качественных. То есть, есть несколько направлений чат-батов. Первый, откуда вообще все многие растут, это сервисные, когда это либо колл-центр, либо обработка заказов. Такие достаточно простые истории, которые помогают спрощать кост на кастомер-сервис. Сейчас все больше чат-батов появляется на рынке маркетинга. Если вы даете потребителю огромную анкету, он там два поля заполнит, пошлет вас нафиг и закроет это окно с этой анкетой. Но если вы даете ему прикольную коммуникацию на его языке, когда, не знаю, заходит он на страницу Old Spice и с ним начинает общаться, помните, негр в Old Spice у нас такой есть, который... на белом коне? Да, да. И на белом коне, и в душевой, который... Абсолютно. Да, 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 да. И когда вот с этим чуваком 18-летним, который зашел и с ним как бы начинает общаться вот этот вот наш мачо, мы сняли, что это прикольно, в это втягивается, и когда он в это втягивается, он дает много информации, которая нужна бруду. Короче, чат-баты, это круто, и круто, когда и в том числе агентства помогают брендам смотреть на них по-другому, не только как там на сервису составляющих, которые помогают колл-центру, но и как на маркетингу, который помогает решать задачи и вопросы бренда. Все крутится вокруг даты. Логистика, опять же, как бы это ни банально было, но она развивается, она развивается очень круто. Все, наверное, знают про амазоновские дроны, которые возят, летают, я не буду про это много рассказывать. В Сингапуре возят роботы, пиццу по офисным районам, в Европе есть районы, в которых тоже уже есть беспроводные, есть работа с дронами, такие там, небольшие деревенки, которые дроны возят. Мы к этому, скорее всего, российский рынок к этому не очень быстро придет, потому что инфраструктура не готова, вот вообще очень не готова. Это первое. А второе у нас основные покупки это Москва и Питер, регионы, которые по закону закрыты от, ну, закрыты от летного пространства для дронов под этим дронами. Мы к этому, наверное, не придем, не скоро, но в тысячу километров от нас это уже работает. И европейский рынок уже очень сильно автоматизирован, что позволяет экономить на доставке. Следующий клевый билдинг-блок большой это автокоммерс так называемый, это интеграция и коммерса в автомобильку. Все, кто пользуется Яндекс. навигатором, все это видели, знают. И интерес в том, что это реально драйвит, работает очень круто, это высококонверсионные инструменты. Особенно, когда они работают на бигдате, в случае с Яндексом, допустим, когда Яндекс знает про вас все, он знает, что вы постоянно на Яндекс.Еде заказываете свое любимое дорадо, а вот вы позавчера этого не сделали, сейчас вы поздно вечером из офиса едете домой и он вам персонализировано показывает то, что дорадо в перекрестке со скидкой 30% здесь сейчас свежайшее только сегодня привезли. Немного таких кейсов на рынке, потому что все равно это сложная технология, это сложные технологические решения, но они есть. И тут мы двигаемся, сейчас я дальше проговорю, все это основано на персонализации и персонализация один из ключевых драйверов вообще изменения рынка икома и умничества, сейчас про это поговорим. Мультиканалка тоже это уже такой мастхэв для всех, нету для брендов и нету для бизнеса, для ритейла одного единственного канала коммуникации, это уже неправильно, потому что видели многих картинок, когда раньше потребитель, его путь был, он увидел рекламу по телевизору, вышел на улицу, увидел рекламу на биллборде, зашел в магазин и купил. Сейчас у него тысячи разных каналов коммуникации с разных сторон, которые вызывают баннерную слепоту, которые вызывают уже, скажем так, невидение, непонимание большого количества реклам, свайп в течение двух секунд максимум потребитель смотрит рекламу в интернете, поэтому задача брендов, задача ритейла, задача рекламу, мучелла, драйвить мультиканалин, многоканалин коммуникации с потребителем и еще уметь это считать, потому что самое сложное посчитать, сколько раз ты нашел этот потребитель через разные инструменты. Фотошопинг так называемый, тоже история, к которому мы пришли уже, первая в этом была мода, когда вы можете, понравились мне вот эти прекрасные шорты, я навел свое приложение, отсканировал, нашел это на Ламоде и купил. Мне уже это вопрос о том, что сокращается путь потребителя, упрощается он, не нужно искать, не нужно в этот магазин, не нужно просто вас увидеть, засканировать и купить. Это как работает в Ламоде. Укажите пол, а дальше просто наслаждайтесь выбором. Вы всегда сможете найти стильную речь и лицевый образ, найденный в соцсетях или на улице, просто сделав фотографию. Покупаем один клик. Поиск пофода, найдет или нет одежды, даже на людях, случайно оказывавшихся в кадре. Больше никакого изгулительного шопинга. Ламода. И отсюда уже растет так называемый социал-коммерс. Видели, наверное, в Инстаграме, сейчас они, по-моему, на всех уже раскрутили, на всю аудиторию, но они вот недавно начали делать тесты именно покупок через Инстаграм, где ты можешь протегировать картинку, что на ней изображено, кликаешь, переходишь в интернет-магазин, покупаешь. Это уже тоже работает история. Многие в это идут, срок, такие серьезные технологические решения. Пока, к сожалению, ни контакт, ни одноклассники, наши такие, не более масштабные социальные сети это делать не умеют, но Инстаграм уже умеет выкатить это решение на российский рынок. Про персонализацию, про которую я вам говорил, это штука, которая в десятки раз увеличит конверсию любого рекламного сообщения. То есть вообще рекламный рынок, на мой взгляд, и не только на мой, он во многом запилен, заточен, точнее, будет развиваться только за счет персонализации. Потому что, опять же, из-за этой баннерной слепоты, из-за большого количества объемов рекламных размещений, рекламы, потребитель начинает обращать внимание только тогда, когда к нему обращаешься именно с тем, что ему нужно, на ты и на одном языке с ним. Хороший пример, допустим, у нас была, по-моему, это была Бузова, чтобы не соврать, по-моему, это была Бузова, когда это был рекламный ролик Пантин, ВКонтакте, и он, соответственно, вы там заходите в свою ленту, начинаете листать, появляется ролик, когда Оля Бузова говорит мне, привет, Никита, помыл сегодня голову, и начинается мы разговариваем. Персонализация, это уже не фьючер, это маст хэв, классические, там, инструменты, программатика на рынке, это свидетельствует этому. Кроме всего прочего, персонализация, она работает не только в тех инструментах рекламных, которые направлены на какое-то действие, но и в тех, которые направлены на охват, на то, чтобы ты запомнил, или там, потребитель запомнил тебя и твое сообщение. Видеоконтент банально тоже, тоже, это уже никакая не инновация, никакой не тренд, но это история, которую недооценивает пока что российский рынок, потому что видеоконтент максимально используется не только в формате вот там, бренд снял глобальный ролик, перевел его на русский язык, показал по телеку, этот же ролик загрузил в интернет-магазин. Видеоконтент используется совершенно в разных, по-разному используется, как видеообзоры, и как факи, то есть вопрос-ответ, и как объяснение технически-технологично вставляющих продуктов, и т.д. и т.п. Я думаю, вы, опять же, как работая со многими рекламными историями, знаете, видите, как меняется потребление потребителя, схожа за тавтологию, что вначале был текст, потом было фото, сейчас видео, ну и немножко аудио добавляется. достаточно недооцененный, нечасто используемая история в российском рынке, который в свою очередь тоже сейчас порождает большое количество потребностей и небольшое количество предложений на рынке, именно контент продакшена видео, который направлен на E-Call и на диджитал составляющую, то есть объективно не так много кто это умеет делать хорошо. Классический пример, как это может быть устроено у Nike, когда это нативно интегрировано видео в карточку товара фото, когда ты уже смотришь, у тебя нету лишних клик, не нужно что-то листать, ты просто заходишь, смотришь, все твои потребности закрыты, в том числе благодаря видео, две кнопки, выбрал размер, купил, максимально короткий путь потребителя до покупки, это классический пример, как этого достигается. И финально, так как у нас остается три минуты, финально я бы хотел вам показать некоторый ролик, такой очень короткой презентации о диджитал шопере, который представляет поколение Z, наиболее ярким примером сейчас на рынке вот этого поколения Z шоперов являются молодые мамы и папы, которые шопятся и покупают детские товары. Почему? Потому что они в себе аккумулируют кучу паттернов, которые потом распространяются на различные категории, но вот описание по факту диджитал шопера в виде мамы, которая покупает онлайн товары в интернете, это, соответственно, описание достаточно широкая аудитория онлайн шопера. Вот, я бы хотел вам этот ролик показать, который в себе содержит достаточно много интересной информации. присмотритесь, она совершенно обычный человек, но совсем не так, как вы или нет. Она мама поколения Z. Вместе с партнером они сформировались под влиянием нескольких разных условий. И только поняв эти условия, мы добьемся успеха в категории детских товаров, только установив связь с мамами и папами нового поколения. Это важно, потому что к 2020 году 40% покупателей детских товаров будут именно родители поколения Z. для многих физическое присутствие и онлайн-активность стали как единое целое, две стороны одной медали. Новая мама выросла в эру онлайн-шоппинга. Она выбирает именно его до тех пор, пока реальные магазины не предложили что-то большее, чем быстрые и удобные условия онлайн-покупок. Например, новый уникальный опыт на стыке диджитала и реального мира. Иначе она прекратит ходить в магазины, да как же привлечь ее внимание? Посмотрим. Ее больше привлекает новый опыт, чем сами по себе продукты. Она тратит в два раза больше на услуги, чем на товары. Чтобы заинтересовать ее, у вас есть всего 8 секунд. Именно столько времени она фиксирует свое внимание на чем-то одном. Скорее всего, она бы так и не досмотрела этот ролик, что неудивительно, ведь она использует 5 устройств одновременно. Нам нужно очень сильно выделяться, чтобы обратить ее внимание на себя, подавать информацию небольшими объемами и релевантную именно ей. Нам важно, чтобы она пришла в офлайн-магазин, где узнает о новых проектах, получит уникальный опыт и подберет что-то из новых продуктов. Но даже понимая ценность всех плюсов офлайн-шоппинга, в 80% случаев она продолжит покупать детские товары онлайн. Она использует голосовой поиск, и ей неинтересно просто слушать ответы. Ей нужен диалог. Для нее одинаково важны благополучие семьи и состояние всей планеты. Она выбирает чистые эко-продукты, ей нравится быть причастной группе людей, разделяющих ее интересы. Она составляет списки товаров и цен для сравнения в поисках самого выгодного предложения. Прежде чем совершить покупку, она изучает отзывы в социальных сетях. Если что-то пошло не так, она хочет немедленно разрешить ситуацию через голосовые чаты или сообщения. И тогда для нее важно узнавать, вести диалог с мамой поколения Z это не просто рассказывать ей о товарах, ведь ее мнение поможет улучшить наше предложение и найти правильный подход к аудитории. Она непростая, требовательная, и она легко отвлекается, она изменилась, поэтому нам тоже пора меняться. Коробка, когда история про диссерт Шопера Мама Зет, который характеризует много кого. Это все, что я хотел рассказать за этот короткий час. тут есть мои контакты и QR-код, по которому можно мои контакты найти, либо по старинке телефон, почта и соцсети. Я не знаю, если у нас, я думаю, у нас есть данные еще какое-то время в случае, если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.